Всем привет! С вами ВКИНО! Сегодня мы разберем сюжет фантастического боевика 2019 года Гундала Сын Молнии. Маленький Санджака смотрит, как рабочие поднимают бунт на фабрике, устав от адских условий труда и желая душевно побеседовать с ее владельцем. Охранники избивают работяг, никого так и не пропустив внутрь. Хозяин фабрики по громкоговорителю приглашает зайти только троих рабочих для переговоров. Вечером отец Санджаки, который является одним из вдохновителей мятежа на фабрике, объясняет сыну, что если у нас на глазах творится несправедливость, а мы ничего не делаем, значит мы не люди. Утром отец уходит на фабрику, так как трое товарищей так и не вернулись после переговоров с владельцем. Мать замечает одного из невернувшихся работников и понимает, что те предали своих. Санджака бросается на фабрику, чтобы предупредить отца, так как мама в спешке подвернула ногу. К сожалению, мальчик не успевает и с ужасом видит, как один из предателей убивает отца, подло ударив его ножом в спину. Санджака кричит от горя над телом папы и в этот момент в него бьет молния. Рабочие хотят помочь травмированному мальчику, но мощный разряд тока отбрасывает их в сторону. Проходит год. Санджаке с мамой приходится переехать в маленькую убогую лачугу. Однажды вечером мама уезжает в соседний город, чтобы заработать немного денег, но так никогда и не возвращается оттуда. Запасы еды стремительно тают, а раскаты грома на улице ужасают мальчика. Через несколько дней супруга одного из предателей из жалости приносит Санджаке немного еды, но он не может простить им смерть отца. Однако позже голодный мальчик собирает остатки еды прямо с дороги, после чего пытается добыть пропитание на улицах. Когда Санджака хочет защитить от хулиганов другого бродяжку, те налетают на мальчика и собираются жестко его избить. К счастью, в этот момент появляется Аванг, который в одиночку побеждает всех хулиганов и заставляет их бежать с позором. Аванг забирает Санджаку в свое убежище, прекрасно понимая, что хулиганы захотят отомстить за свое унижение. Старший товарищ соглашается научить мальчика драться, чтобы тот мог постоять за себя на улице. Аванг рассказывает, что несколько лет назад его приютили богачи и издевались над ним. Тогда он решил сбежать от жестоких взрослых и жить на улицах. Однажды Аванг заявляет, что уезжает на проходящем поезде в другой город, где, по слухам, бродягам живется гораздо лучше. Санджака хочет отправиться в путь вместе со старшим товарищем, но не успевает ухватиться за движущийся состав. Мальчик снова выживает на улицах города в одиночку, с трудом добывая пропитание и спасаясь бегством от злобных хулиганов. Проходят годы, Санджака вырастает, снимает небольшую комнату и устраивается охранником на завод. Тем не менее, каждый раз, когда сверкает молния и гремит гром, парня охватывает приступ паники. На торжественном приеме несколько депутатов Конгресса разговаривают об очень опасном человеке Пенкоре, который прошел через многочисленные трудности. Когда Пенкор был маленьким, его дом подожгли бандиты. Родители парнишки погибли, а он сам едва выжил, но получил сильные ожоги лица. Пенкор попал в приют, где взрослые издевались над воспитанниками. Пенкор устроил бунт в приюте и убил всех мучителей. Он решил помогать бродягам со всей страны и стал для них практически родным отцом. Сейчас Пенкор – один из самых опасных гангстеров в стране, которого боятся даже депутаты Конгресса, так как его огромная армия бывших бродяг готова разорвать на куски любого, кто встанет на пути у приемного отца. Молодой депутат Дирго Утама отказывается подать руку появившемуся Пенкору, считая его конченным отморозком. Злобный мафиози не прощает такую дерзость и подсылает к депутату своего подручного, который гипнотизирует мужчину и заставляет его уснуть. Очнувшись, Утама с ужасом видит, что его родных подвесили на огромной высоте. Депутат пытается их спасти, но в итоге Утама со своей семьей разбивается насмерть. Санджака старается жить сам по себе, ни во что не вмешиваясь, и постоянно вспоминая о том, как отец погиб из-за того, что хотел облегчить жизнь работникам фабрики. Однако, когда бандиты угрожают его соседке Вулан с маленьким братом Тедди, парень не выдерживает и дает отпор отморозкам, заставляя их оставить ребят в покое. Злодеи решают отомстить Санджаке, выслеживают его на работе и нападают на парня большой толпой. Бандиты загоняют Санджаку на крышу, где жестоко избивают и надрезают ему ухо, заставляя парня прийти в себя. Отморозки, пытаясь замести следы, сбрасывают Санджаку с крыши на землю. Парень разбивается насмерть, однако в этот момент в небе гремят раскаты грома и сверкает молния, которая попадает точно в Санджаку и каким-то чудом оживляет его. Парень еще не знает, что его судьба – стать возрожденным богом грома Гундалой и со временем обрести невероятное могущество. Ничего не понимающий Санджака возвращается домой, а Вулан, пользуясь добротой соседа, просит его присмотреть за маленьким братом. Тедди признается, что его наушники не работают, он носит их, чтобы люди не доставали его. Хозяин жалеет мальчика и дарит ему свои наушники. Пен Кор заявляется в Конгресс, чтобы выразить соболезнования по поводу трагической гибели депутата Утамы и его семьи, хотя все прекрасно понимают, что это дело рук злобного гангстера. Тем временем бандиты отравляют весь рис в национальном центре поставок, откуда он попадает практически в каждый дом в стране. Санджака отводит Тедди на рынок, где работает сестра, и узнает, что Вулан объединилась с другими арендаторами рынка, чтобы противостоять бандитам, которые обложили их огромной данью. В этот момент отморозки заявляются на рынок, чтобы проучить строптивых арендаторов. Санджака снова решает нарушить свое правило не вмешиваться в чужие разборки и смело противостоит 30 вооруженным бандитам. В этот раз парень чувствует невероятную силу в теле и уверенно дает отпор шайке головорезов, понимая, что в моменты гнева он способен стрелять молниями из своих рук. Когда Санджака возвращается на работу, коллега замечает, что все раны на его теле заживают гораздо быстрее, чем у обычных людей. Однако отморозки жестоко мстят за свое унижение, и сжигают рынок дотла. Санджака появляется слишком поздно и узнает от Вуланд, что это дело рук Пинкора и подконтрольного ему продажного депутата Ганды. Санджака все больше сомневается, что его принцип не вмешиваться в чужие проблемы правильный. На следующий день, когда Санджака в очередной раз притягивает разряд молнии, парень чувствует, как его тело наполняется невероятной силой. Товарищи по просьбе Санджаки наносят ему несколько сильных ударов и с удивлением видят, как синяки и ссадины на его теле почти мгновенно исчезают. Вскоре химикат, которым отравили рис, начинает действовать, и у беременных женщин по всей стране ухудшается самочувствие. Ученые выясняют, что дети в материнской утробе заразились неизвестным вирусом, который делает еще нерожденных граждан полностью аморальными, а значит, в следующем поколении родится огромное количество самых отмороженных преступников. Недовольные граждане поднимают мятежи по всей стране, требуя от правительства срочно разработать вакцину от этой заразы. Самые агрессивные бунтари устраивают погромы на улицах, но их пытается остановить Санджака в маске. Парню это удается, однако в потасовке он получает ножевое ранение, которое быстро затягивается, когда его в очередной раз бьет молния. Санджака надевает антенны на голову, так как разряды молнии каждый раз сильно оглушают его, а следом он мастерит крутой супергеройский костюм. Вечером парень сталкивается на улице с очередной группой агрессивных бунтарей и быстро объясняет злодеям, что благодаря костюму он стал на порядок круче. В то же время Ганни Зулхам вместе с депутатом Гандой ищут какой-то артефакт, который поможет им одолеть неизвестного мстителя в костюме. Честные депутаты Конгресса также знают про действия мстителя в маске и решают разыскать героя, надеясь его помощью одолеть пинкора, который благодаря своей огромной банде сирот до сих пор казался непобедимым. Тедди признается Санджаке, что сестра влюбилась в него и даже решила приготовить для парня обед. В этот момент на пороге появляется несколько работников со сгоревшего рынка, которые наконец нашли злодея, устроившего поджог. Поджигателем оказывается известный музыкант, который также называет пинкора своим приемным отцом. Санджака находит поджигателя и пытается узнать у него, кто заказал поджог, но мужчина неожиданно нападает на Санджаку и в результате ожесточенной схватки погибает под колесами мчащегося автобуса. Пинкор заявляется в Конгресс и с неизвестной целью пытается убедить депутатов отказаться от только что разработанной сыворотки, нейтрализующей действия химикатов в утробах беременных женщин. После этого депутаты в противовес гангстеру пытаются всеми силами решить вопрос легализации сыворотки. Когда пинкор видит тело погибшего музыканта, которого он опекал с детства, то приходит в ярость и приказывает собрать всех сирот, намереваясь жестоко наказать неизвестного мстителя в маске. После звонка отца сироты бросают все дела, готовясь отдать жизнь за своего покровителя. Сироты убивают одного за другим неподкупных депутатов Конгресса, которые мешают пинкору еще больше расширить его влияние. Сироты нападают на машину председателя Конгресса Ридвана Бахри, который решил противостоять пинкору. Охрана депутата уверенно противостоит злодеям, пока не появляется злобный мастер боевых искусств в маске, который легко расправляется с охранниками и собирается убить Ридвана. К счастью, в этот момент появляется Санджака, одолевает бойца в противостоянии один на один и швыряет его с огромной силой на несколько десятков метров. Хотя злодею все же удается выжить и сбежать. Санджака замечает на маске противника точно такой же символ, который был наколот на плече поджигателя рынка. Осталось добраться до их хозяина и покончить наконец беспределом в стране. Пока Санджака борется с бандитами на улицах города и охлаждает пыл слишком агрессивных мятежников, депутаты Конгресса принимают решение легализовать сыворотку и вколоть ее каждой зараженной беременной женщине в стране. Когда Санджака возвращается домой, Вулан признается, что она знала мать парня. Соседка работала в больнице, куда женщина попала после того, как ее сильно избили какие-то отморозки. Как только мама почувствовала себя лучше, то сразу направилась домой, однако Санджаки там уже не было. Мама долго и безуспешно искала сына, но так и не смогла его найти. Парень, узнав страшную правду, садится на диван, понимая, что мама все еще может быть жива. Ридван случайно узнает из сопроводительной документации, что сыворотку изготовила одна из фармацевтических организаций, подконтрольных Пинкору, и понимает, что гангстер задумал страшное. До начала вакцинации остаются считанные часы, и кажется, что ничего уже нельзя изменить. Ридвану удается связаться с таинственным мстителем и предупредить его о случившемся. Пока Ридван звонит людям, ответственным за вакцинацию, чтобы попытаться остановить ее, Санджака вновь надевает супергеройский костюм и спешит на склад Пинкора, где хранится большая часть сыворотки. Злодеи уже ждут парня и сразу же нападают на него. Герой побеждает несколько бандитов, после чего поднимается на крышу, где Пинкор со своими подручными держит в заложниках Вулан и Тедди. Санджака приходит в ярость, подзаряжается от очередного удара молнии и легко расправляется со всеми отморозками, а подоспевший Ридван несколько раз стреляет в Пинкора из пистолета. Гангстер умирает, а Санджака, получив доступ к фальшивой вакцине. Каким-то образом вызывает множество разрядов молний, которые мгновенно уничтожают весь запас этой вакцины в стране и спасают беременных женщин от страшной угрозы. Тем временем Ганнизу Лхаму с помощью найденного артефакта удается пробудить древнее злое и очень могущественное божество, которое много лет назад было побеждено Гундалой и теперь собирается отомстить ему за все. Как вам фильм Гундала Сын Молнии? Поделитесь в комментариях. Спасибо за просмотр и до новых встреч!